Дорогие друзья, всем от Культ привет! Случилось потрясающее событие. Сейчас я вам о нем расскажу. Примерно три месяца назад мой хороший друг Тимур из Вышки пригласил меня на некое мероприятие, называется Международный научный форум FITM. Вообще я уже выступал на подобном мероприятии. У него год назад была лекция популяризация математики в интернете. Такая там куча народ смотрела. В общем, очень хорошо удалось, все, хорошее мероприятие было. Правда, к сожалению, оно было в онлайн, но в тот момент им сложно было сделать по-другому. То есть я к ним приехал, сделал. А сейчас он говорит, сделаем и онлайн, и офлайн, все будет круто. Нужно, говорит, сценарии развития. У тебя есть идея сценария развития школы. Я говорю, у меня есть идея сценария развития российского школьного образования. Я могу прочитать лекцию, но ты понимаешь, какого она будет содержания. Он говорит, понимаю, поэтому и приглашаю. Пусть будет альтернативной точки зрения. Не только общепринятое о каком-то великом прогрессе, экранизации и прочее. Я говорю, я без проблем, только пустят ли туда меня выступать. Говорит, я точно сделаю так, что пустят. Ну и я подаю заявку следующего содержания. Вот мы тут, значит, объявление было несколько дней назад. Я всех приглашал, да, на это событие, на Международный научный форум. И вот как выглядело... Это Мишенька. Мы только что записывались, да. Вот, как выглядело объявление. 16 декабря топ-спикер Алексей Саватеев, профессор Московского физико-технического института, прочитает открытую лекцию «Сценарии развития российского школьного образования 2022-2035 годы». А теперь, внимание, аннотация, которая висела там, и, значит, ответственно, я ее прислал. Чтобы понять, каковы могут быть сценарии развития или деградации народной школы, нужно понимать, в каких условиях школа находится в настоящий момент. Каковы средние зарплаты предметных учителей, реальные, а не согласно официальным данным. Какова нагрузка учителей в школе, настоящая, без всяких подхимичиваний. Каков возраст учителей, точнее, какой процент учителей имеет пенсионный и предпенсионный возраст. Каковы реальные предметные знания их молодых коллег. Каковы результаты ЕГЭ и их динамика по стране. Эти и многие другие данные, например, проходные баллы в ПЭД вузы, не обнародуются ни Росстатом, ни Минобором, ни Рособорнадзором. Почему? Нетрудно догадаться, в силу неизбежно последующей негативной переоценки всех реформ и метаний последних лет. Сценарий «Экран места учителя» показал свою полную провальность благодаря экспериментам в период пандемии. Что же тогда остается делать? Я намечу широкими мазками сценарий скорой помощи НАСА и Марсовой школе. Сценарий мобилизационный и надрывный, но, увы, единственно возможный в настоящих условиях. Выступление включено в серию лекций топ-спикеров Виктория, проходящих в рамках Международного научного форума и на площадке НИУФШ. Вот. Ну и вот два дня назад звонит Тимур и говорит, что форум отменяется. Ну вот там причины, сейчас мы как бы выясним, да, точные причины. Но суть в том, что отменили лекции моей, соответственно, это не состоится. Точнее, она когда-нибудь, конечно, состоится на какой-нибудь еще площадке. Мы придумаем, на какой площадке ее сделать. Платине один раз. Я специально презентацию этой лекции готовил. Ну вот дальше вы можете сами гадать и догадываться, по какой истинной причине форум был отменен. Вот. Но формальные причины нас, наверное, не интересуют. Ну, собственно, что я могу сказать? Это приятно, когда Голиаф боится Давида. Ну, посмотрим, чем закончится эта большая битва. Маткульт, привет!